Я шел на работу, наслаждался чистым воздухом, промизанным осенней свежестью и вдруг остановился, как вкопанный. Меня осенило. И это хороший каламбур, кстати, осенило осенью. Как же так, подумал я вслух, почему существуют бесчисленные вариации различных газированных напитков, начиная от чая и заканчивая сиропом, но я ни разу не видел газированного молока. Эта мысль прочно засела в моей голове, и я уверенно зашагал в офис. По пути я напрягал мозг, тщетно пытаясь выискать в памяти упоминания о газированном молоке. Ни в рекламных роликах, ни в книгах, ни в рассказах друзей я о таком продукте не припоминал. Казалось бы, очевидная вещь добавить в молоко углекислоты и наслаждаться шипящим напитком. Но нет, кроме меня эта мысль, похоже, никому не приходила в голову. Сотрепетом, открыв дверь в офис, я спросил у своего коллеги Анатолия. Толя, ответь мне, а ты что-нибудь слышал о газированном молоке. Анатолий все это время раскладывал пассианс, и на какую-то долю секунды мне показалось, что ему совершенно до лампочки на все мои вопросы, однако уже через мгновение его лицо исказила гримаса боли, и тут оно вернулось тут же в нормальное состояние. Нет, понятия не имею, о чем-то рассеянно произнес Анатолий, продолжая щелкать мышкой. «Что это было?» – недоуменно спросил я. «О чем ты?» Словно ничего не случилось, Анатолий серьезно посмотрел на меня. «Ты только что скривился, будто тебе в задницу засунули лимон». Четко выговаривая, каждое слово удивился я. «Когда?» Анатолий вопросительно поднял брови. «Когда я упомянул о газированном молоке, и я не успел окончить фразу, как Анатолий выпрыгнул из-за стола, опрокинул стол вместе с компьютером и вцепился руками в моё горло. «Послушай, дружище!» – зашупел он, бешено вращая глазами и озираясь по сторонам. «Послушай меня, если ты хоть раз упомянешь об этом вслух, здесь или на улице, не важно. В общем, если ты хоть раз произнесешь это, никто, никто, понимаешь, никто не должен этого слышать, понимаешь?» Я лишь испуганно покивал головой Анатолий, улыбнулся и отпустил меня, сел на своё рабочее место, кашляя и опираясь о стенку, я вошёл в коридор. Господи, что на него нашло? Я пощупал горло. Наверняка будут синяки. Вот урод! Что он там плёл? Про никто не должен слышать. Что это за бред вообще? Я вышел на улицу и облегчённо вздохнул. Неужели это всё из-за того, что я сказал ему о газированном молоке? Ну, чушь. Тем не менее, Анатолий всегда себя брал дружелюбно. Я остановил случайного прохожего и спросил у него. «Извините, вы не подскажете, где я могу приобрести газированного молока?» Прохожий оскалился и хотел ударить меня в лицо, но я вовремя увернулся. Я побежал прочь, бежал сквозь дворы, надеясь, что тот сумасшедший потеряет меня из виду. Убедившись, что преследователя нет позади, я остановился отдышаться. Мысли в моей голове напоминали мне кашу. Да что вообще происходит? Почему люди звереют, когда я упоминаю о газированном молоке? Я достал из кармана мобильный, набрал маму. «Да, сынок, привет, как твои дела?» В трубке послышался её приветливый голос. «Привет, мам, слушай, я вот что хочу узнать. Ты ничего не слышала о газированном молоке». В трубке зашипело, раздались короткие гудки. Я попробовал набрать мамин номер ещё один раз, и услышал сигнал «занято». Да что же происходит в конце концов? Я был готов расплакаться от непонимания ситуации, и тогда я отправился в близлежащий супермаркет, где купил поочерёдно в разных кассах литровый пакет свежего молока и сифон с углекислым газом. Я поставил их в парке на лавочке и подумал, что я просто должен сделать это. Я открыл крышку на молоке и в тот же момент почувствовал тысячу полных ненависти взглядов на своей спине. Оглянувшись, я увидел толпу людей, стоящих в парке и с ненавистью смотрящих на меня. Их глаза излучали неприкрытую злобу, но они ничего не предпринимали. Всё равно я решил путь, что будет, и резким движением воткнув горлышко пакета с молоком в трубку сифона. В воздухе повисла звенящая тишина, и сквозь неё, сорвавшись с мест, тысячи обезумевших людей за моей спиной беззвучно ринулись в направлении ко мне. Я развернулся и с улыбкой нажал на рычаг сифона. Субтитры сделал DimaTorzok